Переведено и озвучено для свободного рынка миниатюр. Ссылка в описании. Всем привет. В этом видео мы покажем, как покрасить Сестру Битвы из Ордена Девы-Мученицы. Это миниатюра Warhammer 40 000 от Games Workshop, поэтому мы будем придерживаться палитры красок Citadel. Эти миниатюры — сердце армии Адептосороритас, поэтому, зная, как покрасить одну, вы на самом деле сможете покрасить любую миниатюру отряда Сестер Битвы, например, ретрибьютора или Селестианку и прочих. Поэтому мы надеемся, что видео вам понравится, и увидимся за столом. Академия покраса Данкана Роудса. Как покрасить Сестру Битвы из Ордена Девы-Мученицы? Чтобы покрасить вашу Сестру Битвы, первое, что вам нужно, конечно, загрунтовать миниатюру. И для этой модели я рекомендую выбрать средний серый оттенок, поскольку это прекрасная подложка для всех цветов миниатюры, а не только для черной брони. Поэтому я выбрал Mechanical Standard Grey от Citadel, но вы можете взять Uniform Grey от Army Painter, если хотите. Как только ваша модель станет полностью серой, вы готовы к тому, чтобы наносить базовые цвета, они станут основой для черной проливки. Первый из них для внутренней части одежды — этот прекрасный глубокий винный цвет. Для него мы возьмем Gal Warbuck Red от Citadel. Для того, чтобы начать, нам нужно взять кисточку, которая способна покрывать сразу большие участки. Например, такую. Как вы можете видеть, она достаточно потрепанная, но это отличный вариант для начальной стадии, когда нам не нужно беспокоиться о излишней аккуратности. Нанесем немного краски на палитру. Вот так. А теперь добавим каплю воды, чтобы сделать краску однородной. Просто смешайте их вместе, снимая излишки с кисти, а палитру вот таким образом. Теперь мы готовы покрасить внутреннюю часть мантии. Мы начинаем отсюда, потому что когда вы красите тут, почти нереально нанести цвет, чтобы не залезть на броню на ногах. Поэтому лучше сначала покрыть здесь, а уже следом черную броню. Прокрашиваем хорошенько здесь, потом внизу, а также на внутренней стороне рукавов. Удостоверьтесь, что вы не пропустили деталей. Как только вы покрыли базовым слоем внутреннюю часть мантии, переходим к основному цвету миниатюры, черному. На самом деле на этих моделях два разных оттенка черного. Есть чистый черный для обшивки брони, но также имеется и черно-коричневый цвет для кожаных деталей, вроде корсета и перчаток. Поэтому нанесем два этих базовых оттенка. Сначала мы займемся броней при помощи Covas Black. И тут я буду использовать кисть от Army Painter. У нее отличные размеры, она набирает достаточно краски, поэтому идеально подходит. Делаем все то же, что и раньше. Наносим немного краски на палитру и смешиваем с каплей воды. Немного. Вмешайте ее вот так сбоку, а потом прокрутите кисть для того, чтобы снять излишки. Это соберет щетинки в тонкий кончик, поэтому мы сможем контролировать нанесение, что позволит не задевать винный цвет, который мы нанесли ранее. Просто подводим к нему. Таким вот образом, близко и аккуратно промазываем рядом. Когда вы доберетесь до большей площади, где нет деталей, о которых нужно беспокоиться, можно покрыть их чуть быстрее. Не торопитесь, пока вы красите ноги, но не беспокойтесь об остальных деталях, потому что после мы их более аккуратно проработаем другими базовыми цветами. Вот что получилось. Броня покрыта базовым цветом, и мы можем перейти к покраске этой темной кожи. Для этого возьмем Dried Bug, который поначалу может показаться слишком светлым, но не беспокойтесь, мы немного затемним его. Для нанесения я буду использовать ту же кисть, что и ранее. Это все еще подходящий размер для покраски подобных деталей. Также, как и раньше, используйте палитру, чтобы подготовить краску. Добавим немного воды. Смешаем вот так и прокрутим кисть, чтобы получить острый кончик. А потом поищем все темные кожаные детали, чтобы нанести на них цвет. Основная часть — это корсет вот тут, но также у нас есть и перчатки. Удостоверьтесь, что вы прошли везде. Например, между стыками брони есть похожие кожаные участки. Например, вот здесь на ноге тоже обязательно нужен слой краски. Теперь, когда темные кожаные участки покрыты, мы можем нанести еще несколько оттенков на миниатюру перед тем, как покрыть ее всю черной проливкой. Для начала используем немного Мефистен Ред для внешней части мантии, чтобы добавить красок к миниатюре. Немного Лед Белча для всех серебряных деталей, а затем Ульфуан Грей, как подложку для участков, которые после будут белыми. Берем Мефистен Ред и делаем все то же, что и ранее. Использовать будем все ту же кисть. Разбавьте краску каплей воды. Наносим краску снаружи по всей накидке. Мне нравится красить, оставляя голову обок Ред, нетронутым по краям, чтобы они смотрелись немного темнее. Поэтому, когда вы доберетесь до края мантии, просто поверните кисть так, чтобы не задевать внешнюю кромку. После нанесения вам может показаться, что местами краска просвечивает. Не волнуйтесь об этом. Просто дайте слою высохнуть и добавьте второй тонкий слой точно таким же образом. Далее приступаем к нанесению Лед Белча на серебряные детали, которые расположены по всей модели. Ищите такие вещички, как кабели, трубки, например, этот кабель, идущий вот тут, а также болтер. Если вы не уверены, какие участки закрашивать, сверьтесь с изображением на коробке, это поможет определиться. Добрались до Ульфуан Грей, и теперь мы можем покрыть все детали, которые впоследствии будут белыми. Но это только для брони, волосы пока не трогаем. Сейчас нас интересуют эти штуки на наплечниках, напоминающие крылья. Я буду использовать кисть меньшего размера от Citadel. На этом мы закончили наносить все базовые цвета под черную проливку, поэтому теперь переходим непосредственно к ней. Для этого нам понадобится проливка Citadel. Выберем Null Oil, она отлично подходит для таких вещей. В этот раз нам нужна чуть большая кисть для нанесения, я возьму такую от Army Painter. Но вы можете использовать кисть для проливок Citadel, если хотите. В этот раз надо набирать больше краски за раз, и можно опять использовать для этого палитру. Это поможет контролировать наносимое количество. Но если вы чувствуете себя увереннее, вы можете наносить прямо из баночки. Хорошенько погружаем кисть в проливку и наносим на модель, чтобы она затекла во все углубления. Начнем с крыльев на наплечниках. Вы можете видеть, как я даю ей стечь в щели, и благодаря этому детали отлично прорисовываются. Проделайте это по всей миниатюре. Когда вы наносите ее, краска сбегает вниз и собирается в углубление. Например, вот тут я нанес слишком много на мантию, и получилось чересчур. Все стекло к этой маленькой области. Если она так высохнет, будет ужасно. Поэтому, если вы заметили такое, переместите лишнюю краску, чтобы она немного растеклась по всем углублениям рядом. Выделите детали, но не перебарщивайте. Как только вы покроете всю миниатюру, дайте ей время высохнуть. Оставьте ее примерно на час перед тем, как перейти к следующему шагу. Когда проливка полностью высохнет, мы можем перейти к следующему этапу покраски, который заключается в нанесении еще нескольких базовых слоев, но на этот раз будут те цвета, которым далее потребуется коричневая проливка. Начнем с Монфэнг Браун для всех кожаных деталей. Продолжим с Retributor Armor для всех золотых. Затем возьмем немного Pallet Witch Flash для ее белых волос. Первым будет Монфэнг Браун, и я нанесу его меньшей кистью от Citadel, потому что теперь все детали будут намного тоньше, чем ранее. И нам нужно быть аккуратнее при нанесении этих красок. Использование палитры облегчит задачу. Помните, что самое важное – это убедиться, что краска хорошо разбавлена и плавно стекает с вашей кисти. Детали, которым нужна эта краска, будут варьироваться в зависимости от конструкции миниатюры. В данном случае у нас всего лишь ремень, на котором держится ее болтер, тот, что висит у нее на плече. Но некоторые миниатюры имеют ремни по всему периметру, поэтому убедитесь, что вы разглядели их все. Теперь мы готовы нанести Retributor Armor на все золотые детали. Обратите внимание на такие детали, как инквизиторские символы, например, вот этот, свисающий с болтера. Также поищем небольшие украшения на броне, например, вот эту маленькую лилию перед горжетом. А иногда такие же символы можно найти и на оружие. На этом болтере у нас есть только одна сбоку, вот тут. Наконец мы добрались до волос и будем использовать Pellet Witch Flash. Если вам покажется, что он просвечивает, просто дайте ему высохнуть и нанесите второй слой. Ну вот, мы закончили наносить все базовые цвета. Теперь нам нужно хорошенько их затемнить, и в этот раз мы будем использовать коричневую проливку. Выберем Agrax Earthshade, он хорошо подойдет. Будьте внимательны, чтобы не нанести слишком много. По этой причине кисть берем поменьше, и в этот раз я определенно рекомендую использовать палитру, потому что так вы сможете контролировать количество, которое набираете. На кисти не должно быть капель, поэтому избавьтесь от излишков, прежде чем красить. В этот раз мы наносили цвета по-другому. Вот этот теплый коричневый оканчивается золотой деталью, например. Поэтому будьте осторожны и внимательны к деталям. Не забудьте пройтись и по волосам. Не наносите на них много, потому что там нужно лишь тонкое затемнение. Не делайте их чересчур темными. Когда Agrax Earthshade хорошо просох, мы можем перейти к следующему этапу, который является ключевой частью покраса миниатюры. Это проработка кожи. Чтобы сделать это, начнем с базового покрытия при помощи Cadian Flash Tone, а затем затемним проливкой Rakeland Flash Shade, которая сделает тон теплее. Потом добавим слой кислофлэш и закончим высветлением при помощи Screaming Skull. Первый берем Cadian Flash Tone, и я продолжу использовать ту же кисть от Citadel. Как обычно, важно использовать палитру, потому что сейчас мы будем красить совсем мелкие детали. Разбавьте свою краску примерно до такой консистенции. Она будет немного прозрачной, зато хорошо ложится. Такую консистенцию легко контролировать, и все, что нам нужно, нанести ее по всей коже. Острый момент тут — это обойти кромку ее волос. Поэтому, когда наносите, не торопитесь, к волосам подводите аккуратно. Если промахнетесь, не волнуйтесь. Исправьте это при помощи Pellet Witch Flash с небольшим количеством Agrax Earthshade. Убедитесь, что покрыли всю кожу перед тем, как перейти к следующему шагу. Теперь прольем базовый слой кожи при помощи Rakeland Flash Shade. Все, что для этого нужно, затенить по всей коже, давая проливке немного стечь в углублении. После того, как Rakeland Flash Shade высохнет, можно переходить к нанесению слоя Kislev Flash. Мы покрасим им все выступающие детали, избегая углублений, куда затекла проливка. Я буду использовать тонкую кисть Army Painter. Начнем с носа. Хорошая выступающая часть для начала. Далее верхняя губа. Прорисовываем ее вдоль. И подбородок. Нижнюю часть лица лучше всегда оставлять светом чуть темнее, чем остальная кожа. Вот так. Я просто пропущу это. Думаю, достаточно. Переходим к щекам. И тут мы должны проработать ровные части, избегая тех мест, где щеки переходят в нос. Проходим через склу, спускаемся к боковой части лица. Получается почти треугольник. Помните об углублениях и обходите их. И теперь мы можем закончить с высветлениями оттенком Screaming Skull. Тут нам нужно просто подчеркнуть структуру черепа. Обратите внимание на выступающие части, например, серединку носа. Добавьте туда штрих вот так. Также чуть выделим край подбородка. Если захотите выделить скулы, то можно пробежаться кистью под нижним веком. С кожей закончено, у миниатюры появился характер. Теперь мы можем перейти к следующему этапу, в котором проявим обратно некоторые цвета, на которых затемнение проливкой сработало слишком сильно, то есть восстановим полутона. Но не на всех участках. Вернем для начала Methystin Red, затем проявим Leadbelcher и закончим капелькой Ulthuan Grey. Первым пойдет Methystin Red. Буду наносить его средней кистью Citadel, и тут мы используем технику, называемую Layering, для которой очень важно ровное нанесение. Действительно важно. Слои наносятся постепенно, мы сможем контролировать плотность покрытия, поэтому разбавим краску сильнее, чем в предыдущие разы. Вот так. Как вы видите, на этот раз я действительно добавил туда больше воды, так что она стала жидкой. На палитре она прозрачная, но я должен убедиться, что она наносится тонко. Да, вот так. Она стала почти розовой, на фоне белой палитры. Основное, что нам нужно, это найти, где осела проливка, и избегать этих мест. В данном случае это все складки мантии. У нас есть несколько затененных складок, в которых нужно оставить тень, поэтому прокрашиваем просто по обе стороны от нее. Пройдитесь до самого низа, покрывая такие места. Вы можете увидеть, что цвет снова проявляется, восстанавливается средний тон, но при этом сохраняется глубина и четкость теней. Продолжите дальше, но будьте осторожны, обходя эти маленькие прорези под пуговицы по бокам. Нам нужно проделать это по всей поверхности красной мантии, включая юбку и рукава. Мантия стала намного ярче, но у нее остался объем. На этом перейдем с цветом LED Belcher к болтеру, потому что корпус должен отличаться по цвету от механических частей, расположенных ниже. Выступающая часть есть тут, а также в том месте, где прикрепляется магазин. Как только я нанесу слой LED Belcher, эти части станут более яркими и блестящими, чем остальная часть оружия. Наконец, мы готовы нанести снова ультуан Грей для высветления там, где он был нанесен ранее. Крылья оставим как есть, а вот более крупные плоские детали, такие как Eye в центре, мы определенно поправим. Ну вот, цвета стали ярче, полутона восстановились. Если хотите, на этом можно и остановиться, но мы сделаем модель еще более живой для того, чтобы придать ей завершенный вид. Возьмем Mechanicus Standard Grey для того, чтобы высветлить черную броню. Затем высветлим темные кожаные участки при помощи Stormverming Fur, и в конце нам понадобится немного Administratum Grey, чтобы уточнить детали. Для начала нам нужен Mechanicus Standard Grey для небольшой подсветки. Я возьму маленькую кисть Citadel и подготовлю краску. Это очень важная часть. Наберем немного краски на палитру и добавим больше воды, чем обычно. Капнем ее чуть в сторону для того, чтобы вмешивать в краску постепенно и иметь возможность контролировать густоту. Мы пытаемся добиться того, чтобы краска легко стекала с кисти. Смешаю все вместе и удалю излишки. Лучший способ проверить подходящая листала консистенция — это нарисовать несколько линий и посмотреть, насколько легкими они получаются. Вижу, что вот тут получается слишком плотная линия, а тут слишком прозрачная, поэтому мне нужно лучше перемешать краску. Вот так. Еще раз счищаю излишки, пробую снова. И в этот раз мы контролируем линию лучше, то что надо. Теперь мы готовы наносить краску. Нам нужно найти все выступающие грани брони. У той, что перед нами, есть выемка на краю, и она имеет скругленную кромку, поэтому лучше всего будет использовать боковую сторону кисти, а не ее кончик. Таким образом, для высветления наплечника я пройдусь боковой частью кисти по всему краю. Также подчеркнем очертания наплечника с обеих сторон, осторожно проведя боковой частью кисточки. Вот так. Как вы можете видеть, эти высветления действительно помогают выделить края брони. Но не всегда можно использовать кисть подобным образом. Иногда придется красить кончиком, поэтому важно потренироваться на палитре. Например, у нас есть вот эти грани на обуви, и они слишком мелкие, чтобы красить их боковой частью кисти. В этом случае придется орудовать кончиком. И лучше перевернуть модель, потому что так будет виднее, что вы делаете. Подчеркиваем ровной линией все края. Вот так. Как только вы закончите с броней, проделайте то же самое с кожаными участками при помощи Stormverming Fur. Поищем все выступающие края корсета и пробежимся цветом по кромке так аккуратно, как сможем, чтобы выделить их. Это касается не только корсета, но и перчаток, и мест на стыках брони под коленями. После этого мы можем закончить высветление двух этих тонов при помощи капли Administratum Grey. Но это только для самых бросающихся в глаза деталей, и я буду использовать для этого маленькую кисть от Army Painter. Ищем участки вроде этого. Детализируем его при помощи разбавленной краски, чтобы высветлить еще больше. Также пройдемся по углам наплечника, таким как этот и тот, что подальше. По этой стороне уведем высветление чуть выше, вот так. Просто поищите углы и нанесите на них буквально каплю краски для того, чтобы выделить их. Итак, два этих темных цвета теперь полностью высветлены, и теперь мы можем закончить с мантией. Для внутренней части мантии винного цвета нам понадобится Demonet Hide. Для внешней части будет нужен Evil Sun Scarlet. Начнем с Demonet Hide, и я снова буду использовать маленькую кисть Citadel. Техника схожа с той, что мы использовали для высветления брони. Найдем вершины складок на ткани, подготавливаем краску и подчеркиваем ей складки. На внутренней стороне мантии их не так много, всего одна или две. Одна из них располагается вот так, поэтому пройдемся по всей длине складки. И у нас есть еще одна, уже вот здесь. Видна только эта часть, поэтому мы высветлим ее как следует. Когда закончим с этой частью, можно переходить к высветлениям красных участков мантии при помощи Evil Sun Scarlet. И снова поищем края, которые нужно выделить, например, вот тут по бокам, а также вершины складок. Отличный пример вот тут. Вам нужно просто пройтись по всей выступающей части снизу доверху. С мантии закончено, но на самом деле нам нужно нанести еще несколько цветов, чтобы полностью завершить миниатюру. Пройдемся по ним. Нам понадобится Stormost Silver, чтобы уточнить серебряные детали, и Liberator Gold для всех золотых. После этого возьмем чуточку Scrag Brown для кожаных участков и немного Pellet Witch Flash для волос. Закончим высветление при помощи White Scar на волосах и некоторых белых деталях на броне. Сначала берем Stormost Silver и все ту же маленькую кисть Citadel для выделения деталей. Техника будет та же самая. Чтобы начать, разбавим краску и удостоверимся, что кисть ею не перегружена. Поищем подходящие серебряные участки. Например, вот тут, по периметру болтера. Высветлим края вот так, проводя по очертаниям всего корпуса как можно аккуратнее. Пройдемся также по граням всех выступающих серебряных деталей, например, дула и отверстия сбоку. Осторожно очертим края вот так. Как вы видите, одна и та же техника применяется везде. У нас есть еще и рифленые провода, которые тоже нуждаются в высветлении. Мягко пробежимся кистью, чтобы подчеркнуть текстуру. Все легко и просто. Но есть еще одна деталь, требующая внимания, и с ней не нужно будет торопиться, потому что она сложнее. Это пуговицы и заклепки, которые расположены по всей броне. Нужно коснуться их серебряным цветом. Очень аккуратно. Держите руку твердой, насколько это возможно, и пройдитесь по ним вот так. Какие-то из них спускаются вниз по одежде, и также есть несколько на передней части корсета. И часть расположена на обшивке брони, например, на наплечниках. Вы можете видеть несколько заклепок по краям, начиная отсюда. Проделав это, перейдем к Liberator Gold, чтобы повторить процедуру со всеми золотыми деталями. Далее, используя Scrag Brown, высветлим все кожаные ремешки. Затем нанесем немного Pellet Witch Flash на волосы, подчеркивая их текстуру. Нам нужно просто пройтись вдоль этих прядей, проведя вертикальную линию по всей длине вот так. И вот мы, наконец, готовы перейти к самым тонким высветлениям оттенкам White Scar. Я буду использовать для этого мою самую мелкую кисть. Пройдемся им по волосам, опять вдоль этих вертикальных линий, которые образуют спадающие пряди. У этих белых украшений на броне нам нужно просто очертить края на самых выступающих участках. Например, пройдемся по краям Eye. Также по крыльям, просто легко коснувшись кистью приподнятых краев. Когда закончите с этим, можно перевести на миниатюру любые декали, которые вам необходимы, а затем перенести ее на базу. И будет хорошо, если вы оформите базу миниатюры так, чтобы она сочеталась с остальными в вашей армии. Вот и все. Сестра битвы закончена и готова сражаться во имя Императора. Как вы видите, покрасить такие миниатюры достаточно просто, и главная их особенность — это использование двух оттенков черного. Помните, что нужен темный коричневый для всех кожаных участков и чистый черный для брони. Не забывайте применять это, потому что таким образом миниатюра смотрится лучше и объемнее. Еще одна ключевая вещь, которую стоит помнить — это высветление. Не забывайте пробовать линии предварительно на палитре, чтобы убедиться, что краска хорошо разбавлена и легко стекает с кисти. Помните эти основы и красьте сестер с удовольствием. До скорой встречи. Скрипт Алексей Преподобный Нестеров, перевод Ксения Гордеева, озвучание Антон Кондаков. Переведено и озвучено для свободного рынка миниатюр. Ссылка в описании. Продолжение следует...